Рано крутишься складным, не будь спохнилля, огнем, оберай батаргин. Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковин. И сегодня у нас 8 декабря, это Радио НВ, начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. Сегодня поговорим об ударах по российской критической инфраструктуре, о грустных настроениях, вдруг охвативших Украину, а также о том, как в США развернулась прям настоящая война за предоставление военной и экономической помощи Киеву. Но сначала хочу сказать несколько слов о Владимире Путине, которого только что, как сообщается, объявил о своем намерении выдвигаться в президенты уже в пятый, если не ошибаюсь, раз. Никто в этом особенно, прямо скажем, и не сомневался, что он пойдет в президенты, но я, честно говоря, думал, что это будет в более торжественной обстановке 14 декабря, когда он собирался провести большую пресс-конференцию, а также заодно общение с народом. Но вместо общения с народом он пообщался с каким-то там малоизвестным ДНРовцем, который у него спросил, не собираетесь ли вы, Владимир Владимирович, идти в президенты. И Путин сказал, ну такой, раз народ просит, то пойду. Как обычно, сам, конечно, не хочу, но вот такая тяжелая ситуация в стране, надо. Окей, ладно, мы, в общем, особенно в этом и не сомневались. Но интересно, конечно, то, что Путина в президенты России позвал идти какой-то ДНРовец. То есть Путин уже, в общем, станет президентом ДНР в большей степени, чем президентом России. Но, надо сказать, я думаю, почему он так перенес свое выдвижение с 14 на 8. Дело в том, что, скорее всего, он разуверился в способности своих военных захватить Авдеевку четко к нужной назначенной дате. И, видимо, понял, что к 14 декабря этого сделать не получится. То есть не будет, скорее всего, россиянами Авдеевка захвачена к 14 числу, что, конечно, хорошо. С другой стороны, естественно, расслабляться ни в коем случае нельзя, поскольку 14-го все равно будет пресс-конференция. Вот это большая совмещенная с общением с народом, с так называемой прямой линией. Подойти к этим двум событиям Владимиру Путину надо, желательно, учитывая то, что у него вроде как предвыборная кампания, в кавычках, естественно, предвыборная. Он хочет подойти к этим событиям во всей красе и славе. Об этом я, кстати, сегодня еще скажу. Но, в общем, как бы новость, которую все ожидали, случилась. Тем не менее, давайте начнем с ударов по российской критической инфраструктуре. О том, о чем я собирался с самого начала говорить, абсолютно ключевой и важнейший, критически важный для Российской Федерации вопрос. Это нормальная ритмичная работа гражданской авиации, потому что с такими расстояниями, как в России, это вопрос нормального функционирования просто государства. И даже вопрос национальной безопасности. В этой сфере ситуация становится хуже с каждым днем. В прошлой передаче своей я довольно самоуверенно так объявил, что из-за западных санкций российская гражданская авиация начнет разваливаться на куски, в том числе и в буквальном смысле, причем довольно скоро. Именно это сейчас и происходит. Два дня назад при взлете из Улан-Удэ загорелся двигатель у самолета Ту-204. Пилотам там пришлось сбросить над городом почти все топливо. Приземлились они на остатках этого топлива и на одном двигателе. Прошел еще один день и у еще одного самолета в России загорелся двигатель. На этот раз это был пассажирский Boeing 737, авиакомпания S7. Он выполнял рейс из Новосибирска в Москву. И через несколько минут после взлета тоже был вынужден совершить экстренную посадку. По сообщениям властей у самолета, цитата, произошел помпаж двигателя. Нарушение газодинамической устойчивости его работы. Однако на видео, которое сняли пассажиры, летевшие в этом самолете, очень хорошо, что видно, что двигатель этот загорелся и пылал просто при посадке. Помпаж, как я понимаю, это какая-то новая версия хлопка или отрицательного роста. То есть, когда двигатель загорелся и взорвался, это как-то совсем стремно звучит. Но вот если помпаж двигателя случился, то это вроде как и ничего страшного. Впрочем, помпированный этот двигатель, самолет с этим двигателем, горящим пилотам, тоже удалось посадить, тоже на одном двигателе. Но уже, знаете, только слепо здесь не увидят тенденцию. Сначала там какие-то винтики-шпунтики отваливались в салоне российских самолетов. Потом, точнее, самолеты, украденные россиянами у западных лизинговых компаний. Потом стойка шасси стала выходить из строя или что-нибудь такое там, или падение давления в одной из шин. Ну, а потом уже начали какие-то системы серьезные отключаться в этих самолетах. А сейчас, видите, уже второй день подряд двигатели горят. Любой человек понимает, что следующая за этим остановка после горящих двигателей это уже горящее в бурене самолет. Иначе и быть не может, когда в сложной, дорогой, тонкой машине вместо оригинальных деталей ставят какие-то иранские подделки, вырезанные садовыми ножницами из дюралевых обрезков. А других деталей у России нет и не будет из-за того, что действуют санкции. Взять детали в нужном количестве для сотен самолетов просто негде. Конечно, для самолета Путина, для самолета Лаврова купят где-нибудь на черном рынке эти детали, но для сотен обычных самолетов нет, нереально. Поэтому очень многих россиян, скорее всего, в ближайшие годы ждет авиакатастрофа и гибель в разбившихся самолетах. Уж прям так суждено им это. И это, как говорит сам Владимир Путин, неизбежно. Но не только гражданская авиация в России сталкивается с сложностями. С военной авиацией тоже не все, слава богу. На неделе около острова Змеиной был сбит российский бомбардировщик Су-24. Это, кстати, большое событие, на мой взгляд. Почему? Во-первых, есть подтверждение со стороны самих россиян. Немаловажно, что оба пилота погибли. Видимо, что-то серьезное взорвалось рядом с их самолетом. Скорее всего, это была ракета Патриот. Она такая довольно большая, когда она взрывается от самолета. Самолет там просто в решето. Выжить при таком взрыве невозможно. А опытный пилот, как вы наверняка знаете, в сто раз ценнее самолета. То есть самолет можно новый построить, а пилота нового взять, в общем, негде. Вырастет, можно, конечно, нового абсолютно с молодых ногтей. Но это занимает очень много времени и денег. Российская сторона утверждает, что сбили этот самолет дальнобойной системой ПВО. Какой-то новейшей конструкции, которая непонятно как работает, но размещена, по всей видимости, в Одесской области. Более того, по мнению россиян, эта система начала кочевать по югу Украины. И в дальнейшем от нее стоит ждать неприятностей российским пилотам над Черным морем в Херсонской области и в этом регионе. Я подозреваю, что речь идет действительно о Патриоте. Во-первых, потому что летчики не сумели катапультироваться, были убиты там на месте. Во-вторых, Патриот по дальности может добить из Одесской области до острова Змеиный без проблем. Кроме того, я думаю, система Патриот, она же американская. Наверняка она может получать целеуказание от американских самолетов-разведчиков, которые постоянно кружат над Черным морем. Если это так, то это будет означать, что Украина полностью закрыла небо над западной частью Черного моря для российской авиации, военной авиации. На самом деле это очень серьезное достижение для украинской экономики в первую очередь. Почему? Прям серьезно, но ущит важная победа. Смотрите, Россия изначально ставила себе целью полностью перекрыть украинский морской экспорт, задушив таким образом украинскую экономику. Если почитать российские телеграм-каналы, они там, знаете, через один всегда требуют, просто адски требуют захватить Одессу. И Николаев, особенно Одессу, понимая критическую важность Одессы как главного украинского морского порта. Когда развалилась так называемая зерновая сделка, Россия пыталась досматривать суда с зерном и другими продуктами, которые шли из украинских портов, с помощью своих военных кораблей. То есть россияне подогнали свои военные корабли и перехватывали те суда, которые шли из украинских портов и требовали остановиться и досматривали их. Сейчас россияне этого делать не могут. Почему? По той простой причине, что часть этих кораблей утоплена, уже на дне морском лежит, часть повреждена. И оставшуюся целую часть россияне вывезли в город Новороссийск, в Новороссийскую гавань, чтобы они там, значит, были в относительной безопасности. Естественно, как вы наверняка знаете, эти корабли в основном были повреждены либо утоплены с помощью украинских морских дронов, а также с помощью ракет «Нептун». Когда досматривать суда, идущие из Одессы с помощью военных кораблей, стало невозможно, россияне попытались пугать эти суда, атаковать торговые суда с помощью противокорабельных ракет, запускаемых как раз с самолетов, с бомбардировщиков. Помните, не так давно был подбит в районе Одессы сухогруз под ливерийским флагом. Там даже, кажется, капитан этого судна погиб, ракету как раз противокорабельную запускали с самолета Су-24. Но теперь, как видим, Су-24 опять же на дне морском лежит, вследствие чего запускать ракеты по мирным судам для него, как вы понимаете, затруднительно. Конечно, россияне могут другой самолет туда пригнать, но результат, скорее всего, будет тем же самым. Самолет этот уничтожит, не зря эта загадочная украинская система ПВО кочует по югу своей страны. Таким образом, заход, вообще проход иностранных судов в Одессу, Рении, в Порт Южный стал намного более безопасным, а страховка, соответственно, намного дешевле. То есть сбитие одного этого самолета может привести к серьезному оживлению украинской морской торговли. Это очень-очень хорошо. Будем надеяться, что когда вооруженные силы Украины установят уже прям прочный контроль над западной частью Черного моря, то боевые действия потихонечку перекинутся на восток акватории моря. Потому что тогда, как мне кажется, надо будет уже топить суда, направляющиеся в порт Новороссийска или из него. С точки зрения военной логистики очень важно просто забить, заколотить, задушить этот порт, сделать так, чтобы он вообще не работал, чтобы туда ни одно судно даже не рисковало идти. К тому же абсолютно все суда, естественно, топить не придется. Два-три, если будут атакованы, остальные сами откажутся ходить в порт Новороссийск, опасаясь возможных неприятностей. Организовать охрану этим судам Российская Федерация не сможет, потому что корабли охранения, они большие, они станут отличной мишенью для украинских морских дронов. Тут справедливости ради надо сказать, что россияне научились уничтожать украинские морские дроны, вот эти беспилотники, с помощью вертолетов. Сначала с большой высоты самолета или, может быть, даже со спутника ищут эти дроны. Видно, когда дрон идет по поверхности моря, от него вот эти волны расходят. Вот это, по ним, волна. Ищут эти дроны и отправляют к тому месту, где этот дрон плывет, отправляют вертолет. Вертолет зависает над группой дронов и расстреливает их сверху либо неуправляемыми реактивными снарядами, либо из пулеметов. В общем, достаточно эффективная система уничтожения этих самых морских дронов. Но, как мне кажется, в этой ситуации есть попытаться хотя бы смысл. Есть смысл хотя бы попытаться придумать, как один из группы дронов можно было бы вооружить дешевым каким-то простым самым переносным зенитно-ракетным комплексом, типа стрелы или иглы. Представляете себе удивление российского пилота, если он такой занял позицию, начинает стрелять по украинским дронам, а тут в украинском дроне открывается какой-то люк и оттуда вылетает ему в двигатель ракета. Это просто будет, мне кажется, картина маслом. Совсем неожиданно будет. Конечно, я понимаю, что запихать систему ПВО, даже такую простую, как стрела в небольшой морской дрон, это нетривиальная задача. Но если получится ее решить, то польза будет просто огромная. Потому что кто знает, сколько самолетов и вертолетов получится настрелять. Вот таким вот образом. Я думаю, что штук 5-6 можно будет на это рассчитывать. В общем, удары по российской портовой инфраструктуре, по морским коммуникациям, по возможности осуществлять морские перевозки, это, на мой взгляд, важнейшее направление работы украинской военной мысли в ближайшее время. То есть это реально супер важная вещь. Но это еще не все. Сейчас в Россию пришли очень серьезные морозы, похолодало, в общем, даже в Украине. Но в России температура опускается до минус 20, минус 25, я имею в виду, центральную Россию, потому что в Якутии уже минус 50 с лишним. Нагрузка на котельные, на электростанции, там сейчас просто огромная. Соответственно, самое время нарушить их работу с помощью других дронов, уже не плавающих, а летающих. И обоснования для подобного нарушения есть, естественно, для нанесения таких ударов. Это месть за аналогичные удары, наносившиеся Российской Федерации в прошлом году. Помните, всю зиму Украина сидела без света, без электричества, без отопления в некоторых местах люди были. За это, конечно, нельзя так оставлять, надо за это отомстить. Если в двух-трех городах России одновременно пропадет свет и тепло, то правительство этой страны просто будет вынуждено заниматься своими непутевыми подданными, их с угревом, так сказать. Кстати, подданных оно, естественно, презирает и ненавидит всей душой, но все равно вымерзание целых городов Владимир Путин допустить не может, особенно перед так называемыми выборами он будет вынужден заниматься именно этим вопросом. Это отвлекло бы, конечно, кучу времени, внимания, ресурсов, денег от Украины на внутренние российские проблемы. Еще один важный момент, который я хочу тут отметить. Восстановление разрушенных подстанций, теплоэлектроцентралей и других объектов критической инфраструктуры в России будет очень сложным. На самом деле почти невозможным в некоторых случаях. Почему? Потому что многие российские, например, газотурбинные котельные, они работают на оборудовании компаний Siemens или западных каких-то компаний, которые поставляли вот эти вот хорошие суперсовременные газовые турбины для разного рода котельных. И не только для котельных, и для подстанций электрооборудования, и для электростанций, и для всего-всего-всего. Так вот, сейчас, конечно, не продадут такое оборудование, во-первых. А во-вторых, не продадут запчасти. Потому что где-то, если что-то будет повреждено, нужны запчасти. Опять придется обращаться к иранским умельцам. А они, вот мы видим, как умеют работать пассажиры Боинга, приземлившегося с горящим двигателем. Я думаю, много вам интересного могут рассказать о том, как они были счастливы, узнав, что у них там в самолете иранские детали. В общем, Запад им свою продукцию не продаст. Китайцы продать, наверное, могут. Но, во-первых, я не очень уверен, что она совместима с Западной. Гарантии при этом нет. Потому что китайцы сами, конечно, очень боятся попасть под американские санкции. Сейчас в Китае ситуация с экономикой так себе. Прямо скажем, фиговая на самом деле. Поэтому китайцам рисковать ради того, чтобы продать пару запчастей в Россию, наверное, не стоит. Но в любом случае, это была бы очень-очень серьезная головная боль для руководства России. Кстати, вполне возможно, что движение в направлении, так сказать, подавления российской инфраструктуры критическое уже началось. Потому что в оккупированной Керчи минувшей ночью были отключены несколько котельных, как раз газовых котельных. Поскольку на местном газопроводе произошел взрыв. И несколько десятков тысяч человек остались без электричества и без отопления. Но лиха беда начала. Как говорится, Керчь это Крым. В Крыму, естественно, относительно тепло. А вот в Тамбове или в Воронеже эффект был бы ощутимый. Потому что в Крыму сейчас температура плюсовая. А в Тамбове и Воронеже, не знаю, 15-10, может быть 20 даже градусов мороза. Поскольку война сейчас постепенно переходит в затяжную такую позиционную стадию. Нужно, я думаю, постепенно переносить акцент на удары по глубоким тылам противника. Разрушая фундаментальную, важнейшую логистику и основные системы жизнеобеспечения государства. Чем, собственно, пыталась Россия заниматься в прошлом году. Иногда не без успеха. Конечно, сейчас военные эксперты, генералы могут со мной поспорить. Сказать, что я какую-то фигню предлагаю. Не надо так делать. И надо делать что-нибудь совсем иначе. Естественно, без меня разберутся. Я все-таки не в генштабе работаю. Я только свое мнение предлагаю. Но, с другой стороны, недавние взрывы на БАМе. Помните, когда паралич произошел главной, важнейшей железной дороги, связывающей Россию с Китаем. С помощью, соответственно, диверсий, проведенных украинскими специалистами в этой области. Так вот, я думаю, что вот эти диверсии на БАМе и вот эта история с Керчью, в общем, свидетельствуют о том, что в украинском руководстве есть, как минимум, несколько человек, которые хотя бы отчасти разделяют мою точку зрения на этот вопрос. Потому что они делают, в общем, то, к чему я уже довольно давно призываю. Подавление российской инфраструктуры, логистики глубокого тыла, логистики, в том числе военной, обязательно приведет к улучшению ситуации на фронте, на фронтах. Сейчас, надо сказать, положение почти на всей линии фронта довольно тяжелое. Я бы даже сказал, очень сложное для Украины. Перед традиционной вот этой пресс-конференцией Путина, в преддверии его, вот только что ставшего реальностью выдвижения в президенты, россияне реально очень много резервов собрали, пошли в наступление для того, чтобы создать благоприятную для Путина картинку, в которой он такой, вот знаете, предстает перед народом, перед СМИ, в том числе западными СМИ, в ореоле победителя-завоевателя, командующими войсками, которые наступают, идут вперед и берут одно село за другим. Вот ему такая картинка очень нужна, и, соответственно, они сейчас пытаются ему это дело обеспечить. Поэтому сейчас россияне и не жалеют резервов, идут вперед, не считаясь абсолютно с потерями. С одной стороны, для Украины это даже где-то хорошо, поскольку такое отношение к своим людям, к своей боевой технике, со стороны россиян, позволяет Украине уничтожать врага сейчас в рекордных количествах. Сейчас реально в день больше тысячи россиян укладывают, отправляют на тот свет. С другой стороны, это, конечно, сложно, потому что все-таки штурмы украинских позиций идут. Они идут мощные, они идут постоянно, причем зимой, все время дежурить в окопах это очень-очень тяжело, и причем штурмовки эти идут без остановок. В общем, на самом деле, я так понимаю, что есть даже у россиян какие-то тактические успехи, ему дается занимать там-то сам какую-то украинскую позицию. Ну а чтобы, да, надо сказать, что отражать такие нападения довольно сложно, особенно если нет заблаговременного предупреждения о приближении противника. Чтобы предупреждение такое можно было организовать, в воздухе постоянно должны висеть дроны-наблюдатели, желательно с приборами ночного видения. Сейчас вот я собираю, помогаю, точнее сказать, собрать деньги для покупки 14 таких вот дронов для 92-й Харьковской бригады, которая прямо сейчас защищает окрестности Бахмута. Там капец жестокая заруба, мне вот рассказали, прямо без конца россияне наступают, 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 и эти дроны могут спасти жизни очень большого количества, сотен, наверное, украинских солдат, если не тысяч. Поэтому я вас призываю поучаствовать в этом сборе, если, естественно, у вас есть такая возможность. 92-я бригада, она очень крутая, и с этими дронами бойцы этой бригады сумеют очень-очень многого добиться. Все реквизиты, ссылка на банку и PayPal в описании к этому ролику. Пожалуйста, если есть возможность, помогите солдатам 92-й бригады и ее же, естественно, офицерам. На Бахмутском направлении, как и на других россияне наступают, бои очень-очень тяжелые, специальной техники сейчас не хватает, и приходится вот так вот, соответственно, скидываться. Из-за этого я так, знаете, смотрю, сейчас в Украине многие люди... Я вот недавно встречался с кучей своих друзей, знакомых, коллег и так далее. Знаете, у всех, все говорят, что настроение стало хуже, настроение испортилось, люди перестали верить в успех, по крайней мере, в скорый успех. Многих жалуются на то, что опускаются руки, и что новости приходят одна другой хуже, и ничего не получается, и так далее, и так далее. Я хочу эту тему прокомментировать, мне кажется, потому что меня, наоборот, люди постоянно обвиняют в том, что я излишне оптимистичен. Но мне кажется, что я в этой ситуации как раз достаточно реалистичен, и я говорю то, что есть на самом деле. Просто люди привыкли, знаете, быть либо в состоянии эйфории какой-то, вот мы все ура, мы побеждаем, идем вперед, гнутся шведы, что-то такое, помните, было. Либо наоборот, в ситуации все пропало, мы проигрываем, все ужасно, катастрофа и так далее. Мне кажется, ни того, ни другого сейчас не происходит, и давайте об этом я подробнее расскажу уже в следующей части, А сейчас у нас короткий перерыв на новости и рекламу. Подписывайся на канал Радио НВ, Ось тут!